Добрый вечер! Добрый вечер! Василий, о Светлане мы будем говорить в следующий раз, но мы будем не просто говорить о Якове и Василии, мы будем говорить о их семьях, потому что они дети разных матерей. Мы будем говорить о их детях, их судьбах. Поэтому, в общем, тема наших лекций будут дети и внуки Сталина, может быть, частично и правнуки. И у Сталина было трое законных детей, которых вы видите на экране, и двое незаконных сыновей. И о них мы тоже будем говорить на следующей лекции и о их судьбах. Вообще, родовое древо Сталина в 20 веке, оно достаточно разветвленное, потому что внуков достаточно много было и сейчас остаются. Вот, ну, судьбы разные. И, в общем, скажу я вам так, в основном от осинки не родятся апельсинки. Народная мудрость, она не случайно народная мудрость веками, но есть и, конечно, счастливые исключения какие-то. Мы обо всем этом поговорим, потому что род достаточно разветвленный и любопытный. Итак, первая жена Иосифа Сталина, Екатерина Сванидзе, она принадлежит к непростому тбилисскому роду. Сванидзе были обедневшими дворянами, но это была очень благородная семья, очень трудолюбивая, очень работящая. И, например, Екатерина вместе со своей сестрой, они были партнихами, и у них было собственное ателье, где они по французским выкройкам и журналам обшивали своих клиенток, а среди их клиентов были очень высоко поставленные дамы тбилисские и жены полковников, жандармерии и прочее, прочее, прочее. Вот благодаря этим связям, которыми удавалось пользоваться в период, когда Екатерина была замужем за молодым Сталина, вот они избавлялись от многих неприятностей, связанных с его революционной деятельностью. Ну, как вся интеллигенция, Сванидзе были интеллигенцией, трудовая интеллигенция, в основном в России царской, они были и в начале 20 века, они сочувствовали революционерам, и, в частности, их сын тоже был увлечен идеями коммунистическими, и он учился в семинарии вместе со Сталиным, молодым, и, в общем, с тех пор у них была дружба, не разлей вода. И когда Сталин в 17 лет покинул семинарию, потому что он стал, в общем, практикующим большевиком, то дружба оставалась. Но Сталин в его ранние годы, надо вам сказать, был не просто революционером, он был боевиком, он был боевиком вместе с известным Камо, который фильм ему посвящен, как такому великому герою. Да, они были, ребята, смелые, но они были просто бандиты. Это были бандиты, которые грабили поезда, грабили банки, которые грабили дома, которые убивали из-за денег, а деньги все отправлялись в большевистскую кассу. Владимир Ильич Ленин прекрасно, то товарищи прекрасно жил в Швейцарии, кстати, на эти деньги. Но, ну, не только, конечно, деньги уходили на печатание прокламации, которая стоила очень дорогое распространение их, литературы подпольной и прочее, прочее. Но суть-то была в одном. Это были бандиты. И Ленин, он сказал Сталину при встрече, что вы можете, конечно, делать все, что угодно, деньги нам нужны, но если вас поймают, то мы от вас отречемся. Никаких, никаких связей с вами мы подтверждать не будем, и вы останетесь один на один с законом. Ну, молодых людей это не остановило, и эта деятельность продолжалась. Кстати, в связи с тем, что вот эта юность Сталина была такая криминальная, очень многие удивлялись, почему он так под корень вырезал друзей своей юности. Почему мы с вами, когда говорили о Булгакове и о драматическом эпизоде последних лет его жизни, когда его пьеса «Батум» о молодом Сталине была принята к постановке во Мхате на ура, и когда, в общем, и Булгаков воспрял у него, значит, премьера новая, и Мхат вдохновенно к этому готовился, уже, в общем, думая о том, какие премии они должны получить. Но все дело в том, что Мхат, он же так ратовал за правду на сцене, что каждый раз, когда спектакли касались каких-то исторических тем, исторических мест, то предпочитали ехать на места, чтобы разговаривать с очевидцами, чтобы смотреть обстановку, атмосферу, начиная от природы и архитектуры, кончая все речи с людьми. И вот совершенно не могли понять ни Булгаков, ни его жена, ни Мхатовцы, как они едут в поезде в Батуме при поднятом настроении, веселье, шутки, впереди замечательная, интересная работа, и вдруг поезд приходит в Телеграма, то все отменяется, премьеры, в общем, премьеры не будет, спектакля не будет, и возвращается. И эта ситуация произвела на Булгакова страшное впечатление, у него был дикий стресс, и обострилась его болезнь почек похроническая, которая перешла в смертельную фазу, от которой Булгаков через два года умер. И очень многие, я вот читала, что вот почему так странно кто-то говорил, что Елена Сергеевна говорила, Булгакова, наверное, все дело в том, что там, про молодого Сталина, там один говорит, что вот у него приметы, он рябой, у него сухая рука, что из-за этого. Не из-за этого, а просто-напросто, естественно, когда доложили о том, что они едут в Батум, то было запрещено, потому что было понятно, что они будут встречаться с людьми и получат информацию, могут получить информацию, что романтический герой просто был бандитом. Точно так же в Тбилиси. Моя бабушка мне рассказывала, что просто, кроме как бандитом, Сосо никто не называл, Кобу никто не называл, кличка его была Коба. А Камо, который, как бы бабушка, я была маленькая, я посмотрела фильм, а Камо, ну, а он такой герой, такой красавец, такой смелый. Он действительно был очень смелый человек. Ну, вы знаете, да, конечно. Наверное, по-своему, бандит-налетчик всегда смелый. И я посмотрела этот фильм, я пошла с придыханием, ну, я была маленькая еще, да. Бабушка, а ты Камо знала? Она говорит, да еще бы не знала. Он за мной пытался ухаживать. Я говорю, как и ты могла такого? Она мне говорит, запомни. Это был бандит, такой же, как Коба, такой же, как Сосо. Это были бандиты. И мы все это знали. Вот так я буквально в 6 лет получила такую прививку от романтики революционной Сталина и Камо. Итак, тем не менее, значит, как бы этим молодым революционерам очень покровительствует интеллигенция. И Сталина укрывают... Нет, нет, пожалуйста, не показывайте. И Сталина укрывают в семье Сванидзе. И он живет в их семье, просто прячется в их доме. А коту Катерина, она была красотка, она была взрослая. Иногда пишу, ей было 22 года, ей было не 22 года, ей было уже 28 лет. А Сталин был молоденький, там он был 24 года, что ли. Но она в него страстно влюбляется. Вообще, несмотря на то, что он был маленького роста, рябой очень, сухая рука, но он женщинам нравился. Он был темпераментный, у него, видимо, была харизма. И она в него безумно влюбляется. И он прячется у них в доме, и у них начинается, в общем, роман. Несмотря на то, что там все живут вместе, и она беременна. Она беременеет, и родители ей ставят только условия, что надо венчать. И Сталин, который тогда уже страшный атеист, и как бы большевик пламенный, но соглашается, потому что он Екатерину, видимо, очень любил. Они венчаются. Дальше начинаются истории, что его арестовывают, он бежит. Он же много раз был арестован, сослан, бежал, посажен в тюрьму, бежал. И она его дожидается, но в очередной раз, после очередной какой-то экспроприации, когда его ищут, ищут, то ее тоже арестовывают. Но она что сделала? Она договорилась, чтобы в документах у нее оставалась фамилия Сваниды. Она договорилась со священником, и когда ее арестовали, как бы за связь с ним, она говорит, что он ничего не знает, вообще мне посторонний человек. Ну да, там с братом моим учились в семинарии вместе, и, как говорится, давно иногда заходил к нам, я тут при чем? В общем, короче говоря, ее, тем не менее, продержали. Ее продержали в тюрьме какое-то время, и сестра тогда кинулась к их клиентке, жене начальника жандармерии, и стала говорить, что вот бедная коту, значит, ни за что страдает, ее держит, там обвиняет, она не имеет никакого отношения. Та надавила на своего мужа, и коту отпустили, но она уже была заметно беременная, ее как бы отпустили под предлогом, что ей надо рожать, но тем не менее, если бы не было этих связей, то никто бы ее и не отпустил. Она рожает мальчика по имени Яков, и роды у нее очень тяжелые, вот этот мальчик уже вырос, и роды у нее очень тяжелые, и у нее очень тяжелые роды, после родов она очень ослабла, но Сталин, у которого в Батуми готовит партконференцию, там он был, вообще он был хороший организатор, он организовывал стачки, он организовывал всякие комитеты стачечные, да у него очень большой послужной революционный список был, и он ее везет с собой в Батум, с маленьким ребенком, в общем, из семьи, из комфорта, уюта, где ее все любят, опекают, он ее ведет в жуткие какие-то условия, в конспиративную квартиру, черти какую, и там она заболевает очень сильно, до сих пор так и не знает, чем она была больна, то ли у нее был туберкулез, который стал прогрессировать, что было просто очень распространено, или же она заразилась типом, все может быть, но в общем, когда ей становится уже совсем плохо, то он ее везет обратно в Белиси, когда врачи говорили, что не надо ее вообще трогать с места, но он ее везет обратно в Белиси, но вы сами понимаете, везет же не с комфортом, вот, и это 908 год, он ее привозит в Белиси, где она очень быстро умирает, просто сгорает, то ли от чашутки, то ли от тихо, так и не понятно. Мальчика, да, Сталин безумно переживает, он любил ее, на свадьбе, на похоронах он даже кинулся в могилу, когда гроб попустили в могилу, его оттуда значит вытаскивали, плакал и сразу же уехал, ему надо было прятаться, но мальчика, маленького Якова, он оставил в семье с Ваним, и вообще к этому мальчику, несмотря на то, что он любил его мать, он не проявлял никакого интереса, абсолютно, вот совершенно он его почему-то не интересовал, или он его считал виновником смерти матери, тут психикой Сталин разбираться очень сложно, тем не менее, он не интересовал его, и Яков рос в семье с Ваним, Это что значит? Это значит, что он рос в интеллигентной семье, где все всегда получали прекрасное образование, кстати, Екатерина была прекрасно образована, ее сестра и братья, и это были очень интеллигентные люди, и Яков поэтому рос очень хорошо воспитанным, но в 14 лет, когда отец его забирает в Москву, он уже женился второй раз, то приезжает, нет, 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 это не то, да, Светлане Аллилуйвы, он женился уже об этом позже, и мальчик приезжает, он не знает русского языка, абсолютно чужие ему люди вокруг, и отец ему чужой, и все там чужие, и все чужое, после Белисии, после Грузии, после дома, который полон всех родственников, тетушек, бабушек, все с ним ласковые, после, он очень любит учиться, он прекрасно учится, но по грузински русского языка он не знает, и представляете, каково ему, он не может ни с кем общаться, только с отцом своим может общаться, а отец смотрит на него совершенно равнодушно, и отцу, в общем, не до него, и только, к счастью, вторая жена отца, Светлана Аллилуева, мы потом будем о ней творить, которая всего на 6 лет старше Якова, она начинает, она начинает просто к нему проявлять внимание, заботу, общаться с ним, он очень быстро выучил русский язык, быстро, он способный был очень молодой человек, и, в общем, он входит в эту семью, в тот год, когда его привозят в Москву, рождается его сводный брат Василий, и, но, опять-таки, он младше намного, этому 14 лет, тот только родился, поэтому тоже там нет такого общения очень, ну, оно невозможно, разные совершенно возраст, разные интересы, все, но он заканчивается, в школу и влюбляет, влюбляется он, вот покажите нам теперь, пожалуйста, первую любовь Якова, это Зоя Гунина, 16-летняя его одноклассница, и дочь священника, влюбляется страстно, и говорит, что они женятся, стали в бешенстве, во-первых, он мальчишка, во-вторых, она дочь священника, что в это время это просто клеймо, это клеймо, и он ему категорически запрещает жениться на Зоя, но Яков, при том, что он был прекрасно воспитан, темперамент у него был бешеный, и он был, в общем, видимо, темпераментом Сталина, только темперамент был скрытый, и он так молчун-молчун, и он кончается самоубийством, стреляет себе в грудь, но пуля проходит трикошетом, его ранят, рана достаточно не смертельная никак, но достаточно глубокая, поэтому он очень долго болеет, но Сталин окончательно решает, что Яков просто мерзавец какой-то, и Надежде своей жене, он говорит, передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, которому меня нет и не может быть больше ничего общего, пусть живет где хочет и с кем хочет. Яков поправляется, хотя долго у него заживает эта рана, и они вместе со своей любимой уезжают к тетке Надежды Аллилуевой в Петербург, в Ленинград. Она их приютила, вот они там живут, милуются, и у них рождается девочка очень быстро. Рождается девочка, и все как бы хорошо, но они очень молоденькие, и как-то раз, когда они куда-то там уходят, она остается с няней, и у нее, у младенцев бывает такая внезапная смерть, то, что начинается, у нее начинается какой-то странный приступ, няня теряется, врачей не вызывает, и когда они возвращаются, девочка уже мерзла. ну, как очень многие пары, особенно молодые в этих ситуациях, пережить они это не смогли, пережить не смогли, и расстались. Яков возвращается в Москву, кстати, Зоя поддерживает всю жизнь отношения с Аллилуйвой, которая жила в Петербурге, и всю жизнь они общаются и, в общем, остаются добрыми знакомыми. Ну, Яков поступает в Московский электромеханический институт инженеров транспорта, МЭМИ, и в общем, по воспоминаниям тех людей, которые с ним учились, за Яковом все время шел такой шлейф, что это был очень пасмурный человек. И вот его друзья по институту вспоминают, Яша был очень немногословным, и это было понятно, потому что все просто заглядывали ему в рот, ждали, что он скажет по любому поводу, потому что это был сын самого Сталина. И все думали, что он знает что-то такое, что нам недоступно. Поэтому он старался говорить поменьше, и вообще он всеми силами старался не выделяться. И все, но все знали, кто его отец, поэтому постоянно ему докучали, ахали, как он похож, вот глаза отца он был, не очень-то он был похож на отца. Но вот есть сходство, вот видим сходство. И докучали ему страшно. Ну и институтское начальство относилось к нему соответствующим образом. И тем не менее всем, вот рассказывают его однокурсники, запомнилось единственное выступление Якова на профсоюзном активе в большом зале института. И в те времена все собрания проходили очень бурно. Председатель студенчества правкома в сердцах сказал директору институту Бочарова, что если бы он сам слушал лекции профессора Бочарова, то есть его самого, то непременно выгнал бы его в тот же день. Настолько неинтересные, скучные были лекции. Страсти, понятно, разгорелись совершенно нешуточные. И в общем дело уже подходило к политическим обвинениям, что было очень опасно. И тут впервые Яков попросил слова. Все замолчали и свидетели вспоминают, что в его выступлении была большая душевная сила, убедительность, хотя говорил он очень спокойно и негромко. Он сказал о низком уровне требований и к студентам, и к преподавателям, что критическим статьям в студенческой газете Держинец руководство не прислушивается. Говорил, что культурный уровень выпускников недостаточен для дипломированных инженеров. Предложил поощрять лучших студентов билетами в театр за успехи в учебе. Ведь многие, окончив институты, сказал Яков, уезжают из столицы, так ни разу и не увидев ни одного спектакля. И всем его выступление настолько понравилось, ему долго аплодировали и даже Бочарова этого директора проняло после всех скандалов и он пообещал подумать на тему выступления Сталина. Ну и очень скоро, естественно, начальство взяло под козырек и очень скоро студенты получили билеты в Амхат. Также вспоминают все однокурсники, что Яков всегда был очень скромно одет, что никто ни разу не видел, чтобы он подъехал к институту на машине. Он всегда шел пешком от белорусского вокзала и со всеми преподавателями и студентами он был предельно тактичен. Действительно, воспитание он получил в семье Сванидзе прекрасное. Но сблизиться с Яковым никто не решался. В общем, товарищей по-настоящему не было. Почему? Потому что они все боялись, что вот я буду дружить с Яковым, а он сын Сталина, и про меня все ребята будут говорить, что я подлизываю, что я хочу через него сделать себе карьеру. Поэтому понятно, что он в общем был достаточно одиноким человеком, потому что закадычных друзей таких у него не было. И при его такой сдержанности внешней, но внутреннем темпераменте, как мы уже поняли по истории с первой женой, то, конечно, он не был очень счастливым человеком. Он не чувствовал себя очень счастливым, потому что дело доходило до того, что он прекрасно игравший шахматы, а тогда увлекались очень шахматами, он себе шахматных партнеров не находил с трудом, с трудом просто, потому что я у него выиграю, а вдруг он сын Сталина что-то, а я ему проиграю, скажут, что я подлизываюсь, поэтому все было очень непросто. Но когда он закончил институт, Сталин, в общем, сказал, что надо, чтобы он стал военным, и он тут же послушался и поступил в артиллерийскую академию после института. И вот это был один из очень немногих периодов, когда Сталин был им доволен. Итак, Яков на каникулах едет в Урюпинск. Едет, покажите нам, пожалуйста, пятое фото. Вот. Едет в Урюпинск. Почему в Урюпинск? Ну, потому что там был один из родственников Сваниджи жил, а Урюпинск это же не просто такое место, когда вот говорили там, да, анекдот есть. Профессор спрашивает студента, один вопрос, другой, третий, пятый, десятый, ничего не знает. Он говорит, слушайте, откуда вы вообще? Да я из Урюпинска. И сами жители Урюпинска обожают этот рассказывать. Вот такая наша Марта, такие мы в общем чистые, первозданные. Но это, в общем, все далеко не так, потому что, да, это провинциальная Россия, очень провинциальная, но находится в потрясающе красивых местах. Там великолепные заповедни, сказочная природа, вот эта река Хопер знаменитая, которая, у нее особое течение, и особые берега, и там потомки всех, там казаки живут. И вот он знакомится вот с такой вот казачкой. И они, в общем, познакомились, понравились друг другу. И Галина, и ее, и она приезжает в Москву поступать в авиационный техникум. И начинается роман. Начинается роман, и Сталин, в принципе, она ему понравилась. Что она лучше? Хорошего происхождения, как надо, все, такая девчонка, казачка, крепкая, смелая. и он им выделяет двухкомнатную квартиру в центре Нитверской. Но что-то не складывает. Потому что казачка, она и есть казачка, у нее крутой характер. У нее крутой характер. Что-то ей не понравилось. Что-то они то ли поссорились, то ли что-то. Она подхватывает все свои вещички и уезжает, бросает техникум и уезжает обратно к родителям вылетом. Она уезжает, будучи беременна. Неизвестно знал об этом Яков или нет. И она рожает мальчика, называет его значит Евгений и фамилию он Евгений Яковлевич но фамилию она дает ему свою. Фамилия ее фамилия ее я вспомню вам скажу ладно А Голышева он Евгений Голышев дальше такая история что когда мальчику исполняется два года Яков скажите нам следующую фотографию Яков предъявляет свои родительские права и через райком партии делают новое свидетельство о рождении Евгению и он становится Евгением Яковлевичем Джугашвили и вот мы видим Якова с маленьким Евгением на руках теперь очень любопытно как в своем последнем интервью нет это это я вам расскажу потом как дочка Светланы Сталиной она Екатерина она значит как бы рассказывала что этот Евгений вообще мать говорила всегда что он непонятно чей ребенок и что Яков его знать не хотел а что какая-то женщина стала писать и что она нуждается что Якова и что мать стала посылать им деньги а потом этот наглец явился и прочее прочее ну если учесть что Светлане тогда было где-то лет 10-12 то естественно вряд ли она могла посылать какие-то деньги и вряд ли до нее бы стали доходить какие-то письма от какой-то женщины это была чистая фантазия потому что Светлана терпеть не могла этого самого Евгения покажите нам его фотографию да вот очень интересный тип Евгений Яковлевич Джугашвили видите он на фоне портрета Сталина он даже в фильме в одном фильме обошеде по-моему он сыграл роль Сталина он похож действительно на него но Евгений вырос в в Урюпинске он там закончил школу провинция глухая собственно говоря семья ничем не выделяется а он-то внук Сталина официальный у него свидетельство о рождении и конечно ему особое внимание благодаря тому что он внук Сталина и вот он это проносит через всю свою жизнь как просто самый высший орден потому что для него собственно говоря то что он внук Сталина стало как бы оправданием всей его жизни это знак его гордости это его знак почета и Евгений надо вам сказать он прекрасно учился он закончил он стал военным он закончил академию он кандидат военных наук он кандидат исторических наук он преподавал военной академии он профессор но он просто истовый сталинист истовый сталинист и всегда таким был и всегда таким был и он председатель огромного количества обществ по защите памяти Сталина еще что-то еще что-то ну там просто перечень огромный его общественных должностей и Светлана Аллилуева которая в общем была антисталинистой конечно она его терпеть не могла потому что это было ей совершенно чуждое мышление потому что Евгений написал опубликовал книгу где было написано Иосиф Сталин он святой ну и так далее так что он такой был ну своеобразный тип конечно но вот видите действительно настоящий внук Сталина хотя Сталин его никогда не видел знал о его существовании никогда его не видел и никакого желания видеть своего внука не имел итак а что Яков у нас а Яков у нас дальше он заканчивает академию и он женится в это время на балерине и у них рождается дочка и у них рождается дочка и в общем как бы хорошие отношения но покажите нам пожалуйста это Яков уже в военной форме да академия студент а девятый девятый вот это его третья жена которая вроде все очень хорошо и любовно но 41 год и Яков уходит на фронт Сталин ему говорит иди ну хочешь иди воюй то есть он не в большом восторге от этого и Яков уходит и что он 16 июля 41 года попадает в плен попадает в плен и становится для своего отца тяжелой головной болью и вот точные здесь очень много накручивается конспирология потому что точных обстоятельств пленения вот Якова Джугашвили выяснить до конца не удается ну известно только что попав в окружение он переоделся в крестьянскую одежду и что он уничтожил все документы дальше есть свидетельства что когда изучали очень специально ход военных действий вот этого 14-го голубичного полка 14-й танковой дивизии 6-й батареи который Яков Джугашвили командовал то сложилось ощущение у следователей что кто-то из командиров как бы сознательно сдавал Якова в плен распоряжения отдавались таким образом что его батарея все время отставала от остальных сил полка и ему приходилось не только догонять а дважды выводить своих бойцов из окружения и присоединяться к полку в третий раз выйти из окружения ему так и не удалось это все версии но конечно предполагают что может быть в командном составе был кто-то кто хотел отомстить Сталину за репрессированных своих родных родственников очень даже может быть было очень много людей в армии в том числе которые совершенно не были всей душой преданные Сталину а были жертвами его кровавых репрессий известно что Яков Джугашвили погиб в концлагере 14 апреля 1943 года немцы стали очень быстро разбрасывать покажите нам пожалуйста листовку вот такую листовку что это Яков Джугашвили старший сын Сталина командир батареи член георгичного полка 4 бронетанцодивизии 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов по приказу Сталина учит вас Тимошенко и ваши политкомы что большевики в плен не сдаются однако красноармейцы все время переходят к немцам чтобы запутать вас комиссары вам лгут что немцы плохо обращаются с пленными собственный сын Сталина своим примером доказал что это ложь он сдался в плен поэтому всякое сопротивление германская армия отныне бесполезно следуйте примеру сына Сталина он жив здоров чувствует себя прекрасно зачем вам приносить бесполезные жертвы идти на верную смерть когда даже сын вашего верховного заправилы уже сдался в плен вы представляете какой ужас был у семьи и у всех когда вот эти листовки посыпались на советских солдат в огромном количестве ну в плен как мы знаем попало просто сразу же где-то первые дни войны 600 с лишним тысяч потому что армия была совершенно не готова к нападению и это было все в результате приказа Торси Виссарионовича Сталина который единственное кому видимо верил в это время только Гитлеру но никак не тем кто предупреждал его о нападении необходимости держать армию готовности командный состав был отправлен в отпуска у самолетов слили керосин ну это все известно и так далее и так далее дальше Сталин значит говорит о том значит сдают приказ что все пленные это предатели и поэтому автоматически предателями становятся их семьи поэтому арестовываются те у кого известно что попали в плен арестовываются их семьи или в тюрьму или ссылаются и третья жена Якова она арестована и отправляется на полтора года в тюрьму на полтора года но Но где-то через полтора года Сталина, в общем, убеждают, что Яков никак не предатель, что все эти листовки – это фальшивки, и ничего больше выбить из него немцы не могут. Они его не держат в страстном концлагере, они его держат в концлагере очень даже привилегированном, там, где англичане и так далее, поэтому там нет таких зверств, но он не идет ни на какие контакты с ним. И что известно, что 14 апреля 1943 года, согласно официальным немецким документам, которые все попали в руки Красной Армии, он не подчинился часовому и бросился на колючую проволоку, находящуюся под напряжением. Но, возможно, у него просто уже не выдержали нервы, и он решил покончить с собой, а, возможно, он как раз и узнал, что его отец сказал, что нет русских военно-пленных, а есть только предатели. Но, в общем, во время войны, после войны объявлялись какие-то самозванцы, Яковы Джугашвили, где-то за границей, но, в общем, это абсолютно были фейки. И жену через полтора года выпустили, и Сталин даже проявил заботу о ней и ее дочери. Им тоже дали квартиру в центре Москвы, в общем, дали пенсию. И, короче говоря, они не остались в нищете, в тюрьме и так далее, и так далее. Ну, как говорится, хоть спасибо ему за это. Ну, уже после хрущевское время Якова посмертно наградили орденом Отечественной войны, с закрытым указом, и об этом награждении вообще стало известно случайно, просто из документов, которые позже были распекречены. Совсем недавно выяснилось, что Яков Джугашвили еще и герой Советского Союза, и что он получал знаки отличия посмертно, а принимал их его сын Евгений Джугашвили. Вот о котором мы уже знаем. Вот так закончилась жизнь старшего сына Сталина, нелюбимого, нелюбимого, человека явно интеллигентного, человека явно благородного, который, к счастью, не испытал всей прелести воспитания в Кремле, которые полностью испытали дети Сталина от второго брака. Сталин браком. Сталин женится на молоденькой девочке. Покажите нам, пожалуйста, один. Это Света Аллилуева. И здесь ей 13 лет. Сталин тоже, семья Аллилуевых тоже очень интеллигентная, тоже прекрасное воспитание и прочее-прочее. И они живут в Петербурге, и Сталин там прячется. Но когда они жили в Баку до этого, Баку был жутким городом, надо вам сказать. Эти промыслы нефтяные, все было очень грязное, очень вода была чудовищная. И существует некая легенда, никто не знает, правда-неправда, что две сестренки Аллилуевы, лет по 10, когда они гуляли по берегу, что она вошла на мостки, так и упала в воду, а с ними гулял, значит, Коба, и он бросился в воду, и ее вытащил. По свидетельству сестры, это был брат, это был брат Павел. Но, как говорится, легенда такая, что Коба ее спас, когда она была маленькой. Может, и так было. И потом он снова, уже в Петербург они переехали. Тоже, кстати, семья очень интеллигентная, очень трудовая, всего добившиеся сами, и достаток у них был, потому что они были очень все трудолюбивы. И девочки получают, дети получают великолепное образование, иностранные языки, и прочее, прочее. И в очередной раз Коба прячется у них на квартире в Петербурге. И покажите нам, пожалуйста, следующее, двенадцатый у нас Коба. И молоденькая Надя влюбляется в сорокалетнего Иосифа. Покажите, пожалуйста, двенадцатый. Она просто ей шестнадцать лет. Она влюбляется без памяти. Он тоже в нее влюблен, но ему сорок лет. И в общем, родители, конечно, в шоке. Но Надя характер еще тот. Кстати, я вам должна сказать, что Аллилуева там кровь течет цыганская и немецкая. Там тоже темперамент бешеный и упрямство большое. И она только он и больше никто. И в результате, когда она там еще год проходит, она выходит за него замуж. Итак, Надежда Аллилуева. Она выходит за него замуж. Это, насколько я помню, семнадцатый год. Но дело все в том, что он женится на очень молоденькой, интеллигентной девочке прекрасным образованием, очень идейной, очень идейной, очень ее большевистские коммунистические идеи, просто вся семья тоже за это заточена. И она хочет служить партии, и она хочет работать, она хочет учиться, она хочет развиваться, а он хочет, чтобы у него была жена, которая ждет его по вечерам с обедом, и которая воспитывает его детей, раздает ему уют, но это как бы надо было жениться на девочке из деревни грузинской, и тогда было бы все в порядке, а здесь не получается. Но он ее поначалу, они очень влюблены друг в друга, и он идет ей навстречу, устраивает ее работу в секретаре от Ленина, потом, когда Ленин умирает, она дальше начинает работать в партийных разных инстанциях, и в конце концов она поступает учиться в промоакадемию, промышленную академию. Покажите нам, пожалуйста, тринадцатый слайд. Вот Надежда Алилова, здесь ей уже около тридцати лет, она, видите, это красивая женщина с очень волевым лицом и вообще с такой сильной внешностью, и она была очень сильным человеком, но ведь здесь нашла коса на камень, Сталин тоже был очень сильным человеком, и он привык гнуть тех, кто ему не подчинялся, она подчиняться ему не хотела. Еще была ситуация, что они друг друга в общем любили, но ссорились они, все свидетельства, что ссоры вспыхивали постоянно, при том бурные, бурные темпераменты было не занимать, она отстаивала свое мнение, она отстаивала свою независимость, он отстаивал свои представления о том, какой должен быть мир в семье и прочее, прочее. Короче говоря, мира в этой семье не было. И еще было одно обстоятельство. Надежда родила сына Василия и позже дочь Светлана. Но она за те годы, что она была замужем за Сталиным, погибла на 32-м году, она сделала 10 аборт. 10 аборт. Поэтому к 30-ти годам у нее гормональный фон разбалансировался совершенно. 31-й год у нее начался слишком ранний климат, что само по себе было дико мучительно. Все это сопровождалось страшными головными болями. Страшными головными болями. От головной боли ее лечили, как тогда лечили, лекарствами с кофеином, кодеином, там, вот это все. Но в таких количествах, в таких она пилает от мигрени, он вызывает депрессию. Поэтому у нее еще депрессии были. В общем, у нее нервная система и все состояние было абсолютно состояние обнаженных нервов. И Сталин не был тем мужем, который будет вникать в женские проблемы. Он был очень занят, ему вообще было ни до чего. Он все воспринимал как капризы, тем более, что она все делала поперек воли. И учиться она пошла поперек воли. А тут еще одно обстоятельство. Учаясь в промоакадемии, а туда приезжали студенты со всей страны, она стала узнавать, как чудовищно живут люди. Это начало 30-х годов. Какой голод. какие репрессии просто простых людей. И она, конечно, все это ему высказывала. Он очень грубо ее обрывал, говорил, что это не ее мозгов дело все. В общем, отношения были очень накаленные. И однажды по воспоминаниям они были в гостях у Ворошилова, а Надежда надевалась очень скромно. А тут она оделась нарядно, потому что там жены были, и все старались нарядиться, там день рождения был, что ли. И она тоже нарядилась, прекрасно выглядела. но Сталин произнес тост, что там содержание тоста было, что как бы надо выпить за то, чтобы уничтожить всех врагов и так далее, и так далее. Она поставила ее, она не стала пить. Тогда он стал кидать в нее вот по воспоминаниям. Кто-то говорит коркой апельсиновой, кто-то говорит хлебом, кто-то говорит окурком папирос, может и тем, и тем, и тем. Стал кидать в нее и говорит, ну ты пей. Она поставила рюм и сказала, я тебе, не ты. Стала и ушла. Она пришла домой и застрелилась. И застрелилась. Так Сталин был, конечно, в диком бешенстве. Он даже и когда она была в гробу, свидетели говорят, что он подошел к гробу и столкнул его вот так, как-то посмело. И остаются двое детей. Покажите нам, пожалуйста, 14 кадров. Сын Василий, дочка Светлана шести с половиной лет. Василию тогда он 26 года рождения, ему 11. Покажите нам 14 кадр, пожалуйста. 14. Вот, вот, вот. Сталин, Василий и Светлана. И все. Они остаются сиротами при живом отце, потому что отцу, в общем, не до них. если на Светлану девочка, да, и он ее полюбил, он ее полюбил, и он как бы ее баловал, все до поры до времени она была его любимицей. Василий, в общем, был стянут на руки охране, офицерам, и он среди них, в общем, рос, потому что Светлана как бы оставила детей на их няню, но это мальчишка был живой, очень амбициозный, очень избалованный, и причем избалованный окружающими еще. Сталин-то, в общем, детей не баловал, избалованный окружающими, и он среди этого офицерия рос, стал очень рано курить, стал пить, потому что они пили очень много, стал пить, ему стало все сходить с рук, в школе он вел себя как хотел, и, в общем, ему потакали, потому что боялись его отца. Был только один случай, когда один учитель, он, значит, как бы написал письмо Сталину о том, что он неуправляемый, что это невозможно, что надо обратить внимание на этого ребенка. И директор школы сказал директор школы, что он больше терпеть не будет, что его надо увольнять, этого учителя, и все, Сталину принесли это письмо, и он как бы поблагодарил этого учителя, и сказал, что вот, чтобы все вот так вот надо, чтобы, чтобы были строго, и прочее, прочее, учителя оставили. Но, в общем, на этом воспитание-то и заканчивалось, потому что Василий продолжал воротить то, что хотел. Парнишка, он был обаятельный, и по воспоминаниям очень многих о нем вспоминают тепло, потому что он был обаятельный, он был смелый, он был наглый, он очень много пил, он был неразборчив женщина, но при этом он такой был обаятельный шельмец. Покажите нам, пожалуйста, пятнадцатый кадр, вот видите, вот он такой, в общем, в общем, красавчик, в общем, красавчик, по-своему, в общем, красавчик, прекрасными волосами, прекрасными глазами, с чудесной улыбкой, небольшого росточка в отца, чудесной улыбкой, видите, сколько у него орденов, да, вот шестнадцатый кадр, покажите, он был совершенно, он хотел летать, он был совершенно помешан на самолетах, Сталин очень удивился, почему его тянет в авиацию, но он только хотел летать, вообще, ведь в те времена, это конец тридцатых годов, авиация, это была, как потом, в шестятые годы, космонавт, это была белая кость, это была романтика, и это были особые люди, и поэтому он хотел быть среди них, вот он среди своих однополчан, летчиков, следующий, покажите нам, вот фотография, он за штурвалом самолет, но этому мальчишке, следующую, покажите нам, 17-й, но этому мальчишке, по сути, глава ему 22 года, когда начинается война, Сталин на фронт его не пускает, ему хватило уже Якова, но он командующий в тылу, у него высочайшие должности, он мальчишка, он распоряжается поставками, он распоряжается поставками вооружения, оружие, инспектирует, но он летает с инспекциями на фронт, и там всегда старается полететь, и вот летая, он проявляет чудеса храбрости, и так продолжается до тех пор, пока его, наконец, ему не разрешает Сталин в действующую армию, в эскадрилю, скажите нам, пожалуйста, 17-ю, что вспоминает его однополчанин, что он был очень смелый летчик, он был очень смелый летчик, надо вам сказать, что он вылетал на все боевые задания без парашюта, потому что он сказал, я не хочу повторить судьбу Якова, то есть попасть в плен, это, как говорится, вы понимаете, это большая смелость, он в бою просто был отчаянно храбрым, он был отчаянно храбрым, и вплоть до безрассудства, потому что все-таки товарища, поручалось как бы его опекать, а он однажды удрал так за немецким там бомбардировщиком, что его бы подбили, если бы они не догнали, просто и не прикрыли его самолетами, это да, при этом пил, гулял, при этом совершал совершенно безрассудные дурацкие поступки, которые кончались часто трагические, например, у него был день рождения, и они значит, выехали на природу, боевые товарищи, и там была очень хорошая рыбалка, но рыбу они не хотели ловить, зачем? они глушили ее боевыми снарядами, то есть они кидали в реку боевые снаряды, взрывались, и они получали много рыбы, а он пишет своих, ну рыбы же, в воспоминаниях пишет, рыбы же надо было много, мы же хотели хорошую луку получать, да, и в руках его друга снаряд взорвался, и его разорвало на куски, еще, значит, несколько человек было и ранены, и в общем отец его забрал обратно, но потом что он вытворял, например, он приехали кинематографисты снимать документальный фильм об эскадриле летчиков, и там был Роман Кармен, оператор известный, и документалист, и со своей женой, очень красивая жена, когда те уехали, он эту жену на неделю экспроприировал, просто экспроприировал, а он в то время был уже женат, покажите нам, пожалуйста, следующий 18 кадр, он был женат, у него была жена вот эта вот тактилиса красивая, но она быстро от от него ушла, а вот 19 кадр это Галина Бурдонская, прелестная совершенно женщина, очаровательная, безумно в него влюбленная, и он тоже всегда как он ее любил, любил, изменял ей совершенно по-черному, и он в своих воспоминаниях пишет, что да, Галя, конечно, переживала, ей докладывали, но надо же понять, что я молодой, что вот один в полку и так далее. Он был в этом полку полтора месяца. То есть он совершенно был не обуздан, он был совершенно не обуздан. Галина родила ему двоих детей, сына Сашу и дочку Светлану. Покажите нам, пожалуйста, 20 кадр. Ну, родила детей, но в общем через пару лет такой жизни она не выдержала. Они один раз вроде расстались, потом она вернулась, а потом и ушла окончательно. И тут замечательно, когда такие соленистые всяких комментах пишут, он был благородный человек, он детей оставил у себя, благородный человек. Он, значит, сказал отцу просто, детей я оставляю себе. И тот сказал, пожалуйста. То есть у матери отняли детей, она их не видела 8 лет. А он женился снова. Он женился снова на Екатерине Тимошенко 21 кадр. Пожалуйста, покажите нам дочери маршала Тимошенко. Эта дама была особая. Во-первых, скандальная, истеричная, страшно амбициозная от того, что она дочка маршала. Все ей должно принадлежать только ей и по ее первому зову ей доставляться. Дальше она об этих бедных детях не только не заботилась, они просто голодали часто. И Александр Бурдомский, его сын, я его знала прекрасно, он вспоминал, что мы однажды так оголодали со Светой, что мы полезли в подвал, взяли свеклу из мешков, которая там хранилась, и стали есть сырую свеклу. И нам так влетело от Екатерины, мало того, что они голодные, она еще им влетала. В общем, было у них при этой мачете очень тяжелое детство. Василий все время говорил, как он их любит, но он вообще не занимался. Тот же Бурдонский вспоминал, вдруг, говорит, папа появился. Нет его, нет, нет, вдруг он появился. И говорит мне, мне, говорит, 11 лет. Я живу совершенно, как, говорит, звереныш, говорит, абсолютно. Меня никуда не водят, мне ничего не показывают. Он мне говорит, ты должен полюбить футбол. А я, говорит, вообще не знал, что такое футбол. И он его отправляет с двумя офицерами, отправляет 11-летнего мальчика, который ничего не понимает и не знает, куда его везут, везут на стадион. Он вообще обалдел от этого шума, от этого вообще своего вида. Дальше они сидят в ложе и дальше начинают игроки гонять мяч по полю. Он ничего не понимает, что происходит. На его вопросы эти дяденьки говорят, да подожди, не мешай, и бурно болеет. И так еще выпивают. И так заканчивается его посещение футбола. На этом вот у Василия все. Он решил, что он приобщил сына футболу и как бы выполнил свой отцовский дом. Вот так вот они и жили. Пока наконец с Екатериной тоже не разводится. Он тоже не разводится и встречает женщину, это уже после войны, встречает женщину, которая, покажите нам 23 кадр, которая была необыкновенная, нет, 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 22-й, которая была не просто женщиной, она была известнейшая пловчиха Капитолина, она была известнейшая пловчиха, она была она была очень сильная женщина. Он ее очень любил, да, он всех любил, он в своих воспоминаниях написал, что я их всех любил, ну, прекрасно, и короче говоря, детей там не было в этом браке, но он ее заставил уйти из порта, потому что он очень ревниво относился к ее достижениям очень ревниво. Он сам, видимо, мечтал быть спортсменом и вообще он спорту уделял колоссальное внимание, поэтому он очень много стадионов построил, там секции открыл, и главное там он же распоряжался финансами армии и деньги, которые выделялись на оснащение армии, он очень многие тратил на спортивное оснащение армии, на развитие, он говорил, это же тоже очень важно, потом, уже в хрущевские времена, когда его будут судить, ему припомнят это как растрату государственных денег, но он ничего там не растратил, он действительно очень много создал объектов и вложил денег в спорт, поэтому к спорту особое отношение, то есть он там хотел бы тоже, но у него как бы не вышло, он с детства этим не занимался, и поэтому она стала занимать всякие должности бюрократические в спорте, все бы ничего, все продолжалось, но Сталин умирает, вся звезда Василия закатывается, он летает со всех постов, он слистает со всех постов и он через некоторое время его Хрущев отдает по отцу и Сталин от него уходит и потом она вспоминает, он очень переживает, и она потом вспоминала, и уже к старости она вспоминала, и потом вспоминала, она говорит, что это были очень тяжелые годы с ним, потому что пил он беспробудно, я его все время вытаскивала с пьянок, откачивала, я, он вытащил меня из спорта моего любимого, он лишил меня как бы смысла моей жизни, и поэтому я как только предоставилась возможность, я сразу же от него ушла, видимо, пока был жив Сталин, она побаивалась этого, мы же не знаем, какие там были отношения и прочее, прочее, и этот брак распался, Василий, он 8 лет проводит в лагерях, потом он выходит, ему дают пенсию, ему дают квартиру трехкомнатную, но он пишет, что они надо мной издеваются, потому что в этой квартире никого нету, и даже мебели нет, в одной комнате только стоит кровать и стол, даже мебели нет, в общем, полное одиночество, полное одиночество, а дети Саша и Светлана, они, в общем, совершенно чужды с ним, Александр Бурдонский, он закончил ГИТИС, он был актером очень хорошим, и потом закончил режиссерский факультет, стал известным режиссером, народным артистом СССР, и даже он все годы проработал режиссером в театре сначала Советской, потом Российской армии, и был одинокий человек, очень интеллигентный, очень образованный, и очень несчастный, он был совершенно одинок, и я вам должна сказать, что, конечно, он был антисталинист, он обожал свою мать, обожал свою мать, и до конца был со своей матерью, он с ней жил, и когда его спросили, что вы известный режиссер со званиями, а вы ни разу не претендовали на то, чтобы стать главным режиссером у кого-то театром, он сказал нет, потому что я поклялся своей маме, что я никогда не буду занимать никакую руководящую должность. Ну, в наследство от Сталина он получил тяжелый характер. Я вам должна сказать, что я ставила спектакль в театре армии, и в соседнем репетиционном зале репетировал Сашу Буртову. Крики, вопли, он кричал, он ломал стулья, он становился совершенно бешеный на репетиции. И в его спектаклях актеры тоже выходили на сцену и всегда начинали кричать, потому что это вот эта необузданность, которая проявлялась в работе, вот этот темперамент, который выплескивался таким образом, и который был в нем очень подавлен. Фамилию своей матери он взял, он стал Бурдонский. Сестра осталась Джугашвили, она пыталась быть актрисой, но за ее, собственно говоря, профнепригодность ей пришлось уйти из Витеса. Она вышла замуж за сына Фадеева приемного, но потом они уехали тоже в Грунг, но, к сожалению, она много пила. Василий сам снова отсидел и дальше его выпустили, он уехал из Москвы и вот женился в четвертый раз, покажите нам его четвертую жену, вместе с которой он и похоронен, 23 слайд, вместе с которой он похоронен, у него было двое детей от первого брака, он их усыновил, но, в общем, как бы недолгое время, 42 года, он умер и диагноз был от алкоголизма. Итак, на сегодня мы закончим наш рассказ невеселый и в следующий раз мы поговорим о Светлане Аллинуевой, о ее детях и внуках и коснемся еще других детей Сталина незаконно рожденных. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует...